Еще одной аллее в областном центре может быть присвоено имя. Увековечить таким образом память о Дмитрии Бурылине предложил Ивановец Сергей Шмонин. Речь идет о липах, которые растут по обе стороны проспекта Ленина, от музея Ситца до госпиталя. Благоустройством этой территории Дмитрий Бурылин занялся в 1910 году. Деревья были высажены здесь немного позже. В этом году, в 2012, ровно 100 лет, как были посажены эти деревья, заказанные специально, привезенные специально, 200 деревьев из Прибалтики. Это специальные липы, низкорослые, которые можно делать вот такой прекрасной аллеей. Я думаю, что здесь очень бы хотелось, чтобы поддержали и жители, и горожане наши, и администрация, которая, в общем-то, идет нам навстречу. Чугунная решетка в стиле модерн, украсившая подпорную стенку, стала носить название Бурылинской волны. А зеленый участок проспекта Ленина горожане негласно прозвали Бурылинским сквером. Это было специально сделано в качестве бульвара, в качестве аллеи, чтобы люди могли гулять, в том числе до музея. Знаете, это как дорога к храму, это как сквозь деревья, когда ты идешь к прекрасному, от прекрасного природы до прекрасного созданного человеком. И я считаю, что максимально справедливо, если эта аллея, она будет носить имя именно Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Вместе с именем аллея обретет и особый статус. На эту территорию не смогут претендовать застройщики, а значит, появится гарантия, что вековые липы никто не вырубит. Городские власти предложение Сергея Шмонина одобрили. Есть комиссия по топонимике, решающая слово за депутатами городской думы. И тем более, что в этом году Дмитрию Геннадьевичу исполнилось 160 лет. Почему бы это имя таким образом не затвердить именно в самом центре Вознесенского посада, Вознесенской свободы, где жил когда-то Деодор Бурылин, потом сам Дмитрий Геннадьевич и фабрика дальше Куваевская, где директором был его брат Николай Геннадьевич Бурылин. Для того, чтобы память о Дмитрии Бурылине не меркла в глазах ивановцев, в городе не достает памятника именитому земляку. В феврале, когда отмечалось 160-летие со дня рождения Бурылина, чиновники говорили, что уже ведется работа над эскизами монумента. Увековечить бронзи фабриканты и меценаты планируются в 2014 году, к 100-летнему юбилею Краеведческого музея.